Так, вот он этот здоровенный магазин, Shills называется, и в нем целая карусель есть. Сейчас я зайду внутрь, буду показывать. Тут вокруг стояночка, тут кафешки тоже, офисы кое-какие, торговая площадь, типичная для Америки, в принципе. Ну и все, пошли внутрь. Такая вот огромная каруселька. Под крышей. А сейчас на ней никто не катается, а так она рабочая. Еще она огоньками вечером переливается тоже. Тут такой огромный магазин, она очередь с детьми стоят кататься. А так здесь просто тоже одежда. Сейчас я пройду в секцию, где лодки, всякие эти байдарки, всякая одежда. Спортивные планы в основном интересные. И ночь. 54 доллара такие штаны. Рюкзаки. Такой магазин. Пошли найдем лодки. Тоже здесь эскалатор есть. И ступеньки эскалатора, и лифт, если кому нужно на лифте подняться. На первом этаже в основном одежда. Она карусель. Вот это все второе. Здесь еще тоже одежда, обувь. Всякая стряная. Так, ищем лодки. Они там усели, ждут, наверное, сейчас запустят колесо. Кататься будет. Всякие эти, продают тренажерные. Всякие эти. Что, они по 700, по 800, по 300 долларов. Разные. С ума сойти. Здоровенное колесо. В общем, даже большое. То есть, вот у них тоже есть такая же штука, как в другом магазине, в котором я снимала звери. Экспозиция, так сказать. Со зверюшками, с разными птичками. Вот. Такой здоровенный лось. Так, вот. Еще и со звуковыми этими эффектами. Всякие для спорта. Гантельки, бирьки. Интересная, какая штука. Современная. Не просто так. С весами. Разными. Еще одна какая-то такая же. 179 долларов. Интересно. А вот там дальше есть лодки. Сейчас пройдем поближе, посмотрим лодки. Висит здесь. Кукурузник. Над крышей. У них здесь байдарки и канои. Различные. Классные такие они. Интересные лодочки. Покрупнее, помельче. Вот она здесь. У нее отделение, куда сложить что-то можно, если что. Типа, как холодильник такой. Спрятать. Сидение. Раскладывающиеся. Куча всяких этих тоже. А это вот она здесь с педалями там внизу. Можно педалить, так сказать. Вот. Здесь тоже отделение какое-то. Что-то там. Как сложить что-то туда можно. Вот еще одна такая же типовая. С веслами. Тоже здесь куча всего. Всяких отделений, куда можно сложить вещи какие-то. Почем она вот эта вот желтая. Так, она не написана цена, что ли, нигде. Ну, эти лодки, они за 500 долларов и выше. Цены не пишут. Специально, наверное, чтобы люди не пугались. А, их, кстати, в кредит продают. Вот я гляжу, здесь написано. А, там было тоже написано, что можно взять в кредит беспроцентный. Вот. Эти лодки. Вот она тоже идет с педалями. Эта лодка. Сиденье такое мягкое. Интересная лодочка. Еще там такие лодки. Тоже с сиденьем. Это вот она надувная уже лодка. Да, мягкая. Ой, шапается. Еще одна. Такая же. Тоже крупные лодки. Большие. А вот это вот, вот это новый спорт сейчас популярный стал. Вот эти огромные доски с веслами. В общем, на нее встаешь, на эту доску, и гребешь, стоя. И это такой популярный спорт сейчас. И на этой доске можно и полежать, и даже спортом люди на ней же занимаются. И робикой, допустим, или йогой. Прям на воде. Я забыла, как называется по-английски этот спорт. Такая лодочка. Цены тоже не написано. Она не очень тяжела. Она пустая. Пустая внутри. А вот там весла продают. Одно весло полтинник стоит. Пять от долларов. Здесь куча всяких опять тоже лодок различных. Все такие яркие лодочки. Чушь-то на это нигде нет вообще. А вот написано 599, 600 долларов. Вот такая каноэ стоит. Тоже она с сиденьем с мягкой. Вот там вот убрать вещи. Можно туда спрятать. Тоже вот такие вот эти каноэ. А я не помню, какая называете каноэ, какая байдарка. Если часто. По-английски каноэ называется. Вот эти лодки. Вот эти лодки. Это двухместная. Старовенная. Почем она? 800 долларов. Такая красная. А это что у нас здесь? Почем? Вот это 1100 стоит. Вот эта серая. Прикольная лодка. Ну не дешевая, кстати говоря, удовольствие. Их, конечно, долго хватит. Эти лодки. Но тем не менее, все равно не дешево. Вот так вот. Ладно, пойдем дальше. Дорогие они, конечно. Вот эта маленькая сверху, которая, она тоже стоит 1800. 1800. Да. Поэтому их кредиты продают, потому что они достаточно дорогие. А тут у них дальше идет просто все для кемпинга. Различные штуки. Всякая мелочевка. Компас. Снаряжение для палаток. Для готовки. Всякая ерунда здесь. Чего только нет. Пойдем дальше. В другую какую-нибудь секцию. Зашла в отделение с охот, для охоты. Всякая ерунда, которой я совершенно не представляю. Чего к чему. Ремни какие-то здесь. Я совершенно не понимаю, зачем и к чему. Все эти вещи. Вот. А тут что, мишени тренироваться продают? Это, видимо, для стрельбы здесь. Вот я гляжу эти очки для стрельбы. Эти, вон, наушники, заглушки. Всякие разные. По 25 долларов. Тут что? А здесь для стрельбы эти приспособления различные. Стоят 15 долларов. Такая уж тукенция. Интересно. Тоже здесь какие-то приспособления. Все для стрельбы. Забыл, как называется. Он типа штатива. Только для стрельбы. Что тут чехлы для ружей продают? Я гляжу. Всякие тоже приспособления здесь. Тут чехлы для ружей классные. Красивые. По чему они? Цены не вижу. Цена-то хоть есть? Не знаю. Цены нет. Не вижу. Вон там всякие тоже чемоданы. Все. Все для складывать. Оружие для пистолетов. А вот они по 20 долларов. Такие чехлы симпатичные. И он целый огромный для ружей. Жесткие эти упаковки. Процелую эту. Спрятишь автоматно. То, что ружье. В общем, тут сумки всякие. А здесь вот я видела, продавали промышленного плана мясорубки. И вот для них ножи всякие разные. Риспособления для... Эх ты, интересно как. Делать сосиски. Всякие наборы. Это, видимо, что здесь? Это, наверное, кишки вот эти набивать. Интересно как. Наборы для приготовления колбас. В домашних условиях. Специи, наверное, какие-то специальные. Лисы здесь вот промышленного плана. Мясорубки. Мясорубка 69 электрическая. Всякие эти нарезки делать. Вот они там были. Вот тоже весы. А это что? Это упаковка для пластиковая. Вакуумная упаковка. 169. Есть вот еще по 150. А это что? А это вот профессиональный этот осушитель. Сушить, делать вот этот биф-джерки. Американские. Это, грубо говоря, у нас сухую рыбу едят. А у них сухое мясо. Они делают. Вот лисы тоже. Мощные такие промышленные. Печка для пиццы. Интересные вещи. А вот здесь вот были вот эти вот нарезку делать. Шинковки. Шинковки. О чем они? По 99 долларов. И больше. Тоже всякие промышленные кастрюли. А здесь вот эти продают. Тоже чугунные котелки. Различные. Вот. И вот они эти мясорубочки по 300. Вот недорогая. По 80 долларов. Еще дешевле. Большие есть. Прикольно. Интересно. Это что? А, это вот электрическая коптенка. Для мяса, для курицы. Но на горячее копчение будет. Интересно. Пойдем дальше. С ружьями. Такие красивые. В чем оно? 4000 с лишним. Классное ружье красивое. Там еще есть. Модные ружья такие. Камуфляжи. Интересно. Классное. В чем оно? 1300-1400 почти такое ружье. Не спрашивайте вопросов. Я не разбираюсь. Совершенно в ружьях. Чего к чему. Вот какие дела. Красивые. Yep. That's true. Классное ружье. Классное ружье. Вот тоже. Такие они прям дорогие. Видно. В чем они? 8000. 4000. Всевозможные. Эти подешевле. Вот они идут. 600-700 долларов. Такие вот. Еще. В общем, здесь многое подходити. Интересно. Ай, кот. Здесь прям, пожалуй, старое оружие, пожалуй, продают. Вот оно прям за этой, за сеткой, за решеткой спрятано. Всякие пистолеты. Их таких много, секций. Несколько секций прям. Вот оно все. Плохо видно, это правда. Почем по 1000, по 200, по 300 я видела разные цены. Есть еще здесь красивые, старомодные, классные. В чем они? 550 вот такие вот старинные пистолеты. Различная оптика оружейная. Интересные всякие прицелы. У них современные. Классные. Огромные. Тоже недорогое все это, вернее, дорогое удовольствие. Недешевое. По 400, по 500 долларов. Различные прицелы поменьше. По 200, по 300 долларов. Я не знаю, как они называются. Это не прицел, это оптика, в общем-то. Оптика. Классная. А там дальше я где-то видела эти бинокли. Сейчас пойдем. Посмотрим, тут вот обувь продают. Спортивная. Не спортивная, это для лазения по горам, по грязи, так сказать. Одежда всякая, камуфляж. Даже купальник есть в камуфляже. В плане, в стиле. О, 40 долларов стоит. Не дешевая одежда, тут, так сказать. А он разговаривающий, этот Линкольн. Президент американский. Это он свою речь, наверное, толкает. Которая... Знаменитая речь его о свободе нации. Интересно. Так, вот даже носки и те, камуфляжные. По 10 баксов. Носочки мягенькие. Мягенькие такие. Толстые. Пирочинные ножички продают. Они не то, что пирочинные, они вон такие. Модные. Но, кстати, не очень дорого. По 30 долларов. Такие они прям... Классные. А то тут продают... Ух ты, класс! Здорово. Красивые. Самурайский меч. Это вот сувенирное все, естественно. Здорово. Цены не вижу. Не видно, наверное. Отсвечивает. Здесь вот тоже всякие секиры. Вот это ножи. Вот такой... 20 баксов стоит секира. Тоже всякие ножички. Стоило. 30 баксов стоит вот такой. Отсюда получше видно. Вот они. Вот это прям вообще... Непонятная штука. Как из фильма ужасов. Там, кстати, каруселька работает, катается на ней. Так вот. Вот еще тоже всякие разные ножички по полтиннику. Классные. Классные. Я зашла в секцию с клюшками, с гольфом. Не 400 долларов клюшечка. Не дешевые вообще удовольствия гольф. Дорогой спорт. Именно из-за того, что все вот эти штуки, снаряжение для гольфа, оно все достаточно дорогое. Можно, конечно, дешевым отделаться. Ну вот. 99 набор клюшек. Но уважающий себя гольфист, так сказать, конечно, будет так и будет менять, но подороже и подороже покупать. Это понятно. Поэтому оно встает в копейку в итоге. Всякие сумки здесь вот это все складывать. Снаряжение для гольфа. Причем они? Цен не вижу. Когда цены не пишут, это плохо. Это значит дорого. От 200 долларов такая красная стоит. Много-много разных сумок. И вон там одни клюшки. Такой-то. Различные мячи. Всякие дополнительные приспособления для ухода. За оборотом для клюшки. По уходу за клюшками, так сказать. Перчаточки. Классные перчатки. По 20 долларов. Они по 20 долларов. Удобные. Ничего только нет. Кепочки. Это они еще такие клюшечки. Интересные. Ладненько. Пойдем в рыбалку. Зашла я в отдел с удочками. И с рыбацким приспособлением. Это что-то такое огромное. Это на кого охотится? Это, наверное, на кита охотится. Такой здоровенный при наживке, при манках. Какие красивые они. По 5 долларов. Разные-разные. Каких только тут их нет. Эти вон сачки. Как они правильно называются-то. Это различные приманочки. Тут какие-то мягкие. Они прям на рыбки похожи. По 4 доллара. Тоже красивая какая. Блесна. Все правильно. Так она называется. Вон они удочки. Тоже здесь. Навалом. Камера никак у меня не сфокусируется. Различного характера удочки. Я тоже мало разбираюсь. Какая из них. Что из себя представляет. В чем они? Тоже цены не видно. Беленькая какая-то. Интересная удочка. А тут всякие коробочки. Убирать. На все свои наживки. Все не очень дорого. Она стоит. По 3 доллара. По 5. Такие разные коробочки. Все там вон в них. Успособлено. Положено. Открывайся. А, она закрытая. Ладненько. Вот там. Все в ней тоже. Такая штука. Открывается все там. В чем она? 10 долларов. Еще такая коробочка. Пластиковая. Все убрал туда. И это удобно. 30 долларов такая вот штукенция. Так, а тут у нас что? Тут еще коробочки. Вот такая под 23 доллара. Вот она открывается. Вот так вот все там складывается. А, вон она как раскладывается. Классно. Вот они разных размеров здесь различных. Такие вот. Всевозможные. И мягкие. Такого же плана сумки. Вот она маленькая сумочка. Там уже коробки пластиковые в ней лежат. Видите, вот убирать все. Почем они? По 16 долларов. 17. Ну, покрупнее, не подороже, конечно. Вот это вот уже 55 долларов стоит. Сумка. Вон у меня сколько всяких карманов. Все это расстегивается. Сбоку карманы. С того, с этого блока. В общем, все туда уберется. Здорово. Классно. Такие вот сумки. Типа дороже. Типа 80 долларов. Большие. Удочки по 20-нику. 20 долларов. 20-30. Опять же, я понятия не имею. Ничего к чему. Вот еще тоже наживка. Мягенькая такая. Интересная. Это еще удочки. По 80 долларов. Подороже немножко они. Так, вот. Из пробки, что ли, сделана рукоятка. Да, из пробки. Красивые удочки. А тут что? Какие-то моллюски. Наживка. Как живые, действительно. 3 доллара. Еще какие-то здесь вот различные сделаны. Всякая гадость. По 5 долларов. Вот эти красивые. Блестят. Беленькие. Вот так вот. Там у них оборудование продают. И эти. Как их. GPS-навигаторы. Вон они. Красивые. Модные. У них рыбина какая. Ващита. А там... Это я знаю. Это спиннинги. Они называются. Тоже по 20 долларов. По 30. Не очень дорогие. Видно, наверное, плохо от солнца. Солнце отсвечивает. Вот с этой стороны тоже. Типа дороже. По полтиннику. Такие красивые. Классные. Красивые штучки. Спиннингом я пробовала рыбачить. Один раз. Но, правда, ничего не поймала. Вот. Вот их таких здесь рядов. Четыре, наверное, с различными удочками. Со спиннингом. И потом другие удочки. Которые не из спиннинга. Не спиннинги. Не помню, как они называются. Тоже. Здесь наживки для спиннинга. Поплавки разные. Все это по 2-3 доллара тоже. Все яркое, блестящее. Интересно. Вот так вот. Ладненько. Пойдем отсюда. Еще мужчины здесь могут пропадать часами. Там одежда все для охоты, камуфляжная. Для рыбалки. Вот такие вот классные штуки. Комбинезончик. Причем он? Сколько он? 125 долларов? Не очень дешево, я бы сказала. Тоже яркое для рыбалки. Комбинезон. На снегу, видимо, чтобы видно было. 100 долларов стоит. Тепленький такой, мягкий. Камуфляжная одежда. 100 долларов. Тоже, говорю, не дешевое удовольствие, конечно. Охота. Такой легкий материал. Интересно. Еще штаны здесь, всякие ветровки. Мужская и женская тоже, кстати, одежда есть здесь. Камуфляжная. Интересно. Ну вот так вот. Причем она? 74 доллара. Такая мягкая штука. Теплая. Хотя она не очень теплая, если честно. Она синтетика. И внизу, там внутри, вот эта подкладка тепленькая. Вот так вот. Ясненько. Идем дальше. Для американского этого футбола. А нет, это для бейсбола. Ну, бит это понятно для бейсбола. Полтинник, они тут такие яркие. Это все для бейсбола. Перчатки по размерам. Всякие мячи. А там дальше вот американские футболы эти висят. Шлемы. Шлемы. Обувь тоже. Одежда. Специальная. Они вот бегают в этих штанах. Американским футболом кто играет? Специальные штаны. Такие. Белье специальное. Защитное, чтобы меньше больно было, если попадут. Разные эти. Шлемы. Тут одежда всякая разная. Для бейсбола одежда. Она вся своеобразная. Каждого вида спорта своя одежда, естественно. Вот бейсбольные штаны. По 25 долларов. Честно. Красивая одежда. Что говорить. Все сделано. Классно. А вот можно купить сетку для себя, чтобы тренироваться. Мячи отбивать. Видимо она выстреливает мячи. Сама и ты отбиваешь и в сетку ловит. Серьезно. На 120 долларов такая штука. Ну вот так вот. Должно быть здесь где-то кафе. Хочу найти кафе. Посидеть. Попить чего-нибудь. Тоже бейсбольные биты. Вот эти подороже. Они по 250 долларов. Она такая мягкая рукоятка. Она не очень тяжелая, кстати говоря. Доренькая. Мягенькая такая рукоярочка у нее. Вот еще тоже биты. Вот эти жесткие. Жесткие рукоятки и деревянные. Они потяжелее. Это и убить можно. Это оружие уже. Почему они? По 30 долларов деревянные такие. Красивые штуки. Это тут для футбола все. Мячи, оборудование. Ну в смысле мячи для тренировок. Перчатки, одежда. Всевозможные. Ворота можно купить. Эти 120 долларов. Вот такие мячики. Вот так вот все по видам спорта распределено. Вот так вот. Ну и носки, конечно же. Носки очень важны в футболе. В любом. Так вот. Видите, носите, играют в такой магазин. На первый этаж, вернее. Вот его кольцо этот остановили. По-моему. Да. Следующих ждут. Набирают. Надо найти место посидеть. Такая небольшая. Тут вот у них шоколад продают. Падж ихний. Такие шоколадные конфеты. Вот. Там вот у них сэндвичи. Они делают горячие сэндвичи. Всякие штуки. И выпечка немножко. Вот. А я сейчас себе взяла напиток. И жду, пока мне привезут мою еду. Наливаешь себе напитки, какие хочешь. С такого автомата. С льдом. Вот. И можно наливать, пока, как говорится, не лопнешь. Выпил еще, налил. Только, в общем-то, платишь за пустой стакан. Ну, вот. А потом наливаешь сколько хочешь. Там шоколад у них. Там шоколад. Конфеты. У них прямо режут. Ну, я фадж не очень люблю. Он чересчур сладкий для меня. Вот это моя еда. Я себе заказала такой здоровенный сэндвич. Горячий. Там мясо. Напичканно в него. Много. Вкусный такой сэндвич. С беконом, с сыром и с мясом. В общем, буду сейчас есть. Присесть с ним за компанией или не присесть. Это тоже, что ли? Линкольн. Наверное, он. Сейчас прочитаем. Абрам Линкольн. Родился в 1809 году. Умер в 1865 году. Вообще и рано умер. В 60-ти лет. Линкольн. Абрам. И, в общем, он вообще родился в очень простой семье. Семье дрова... И он жил всю свою молодость, так сказать, на ферме, грубо говоря. И валил лес. Вот. А потом он выбился в люди, так сказать, стал юристом. И вот уже потом постарше уже пошел в политику и стал президентом. Вообще, конечно, удивительный человек. Вот. Пошла я уже к машине. В общем, мне дали вот такой пакетик. Там у меня лежит вторая половина моего бутерброда сэндвича горячего. Потому что я просто не осилила уже его даже начать. Одной половинкой наелась. Очень вкусный бутерброд. Вот. И, в общем-то, сейчас, наверное, я уже поеду домой. Время 3 часа. И буду делать плов. Наверное. Или сегодня, или завтра. И, наверное, тоже буду снимать рецепт моего плова, так сказать. Вот. Вот так вот. Ну, ладненько. Если будут вопросы по поводу магазина, что-то можете еще подробнее показать. Там еще была секция с велосипедами. Секция большая для тренажерного зала. Все. Вот. Еще пару других секций. Так что будет интересно. Я вернусь еще раз. Покажу его еще раз в магазин. Ладненько.